Дорогие друзья, вашему вниманию ускорение номер 3. И еще один шаг к тому, чтобы перейти с методики для начинающих на методику Джессики Фридрих. Посмотрите, пожалуйста, на то, как выглядит кубик. И попытайтесь понять, сколько этапов на этом кубике уже сделано. Я покажу вам его получше. Те, кто сказали, что на этом кубике сделано 7 этапов, не правы. Потому что 7 этап еще не сделан. Сделано 6 этапов. И посмотрите, пожалуйста, как выглядит кубик. В предыдущей части этой серии обучающих видео я посоветовал вам, перед тем, как переворачивать кубик на 7 этапе, посмотреть, что же у вас тут получилось. И если у вас получилась рыбка, то я рассказал вам, как из этой ситуации выходить значительно быстрее. Но сейчас здесь не рыбка. Сейчас здесь глазки. Посмотрите, пожалуйста, как выглядят глазки. Они могут смотреть вправо, могут смотреть назад, могут смотреть влево, могут смотреть вперед. Алгоритм решения этой ситуации я вам пока что рассказывать не буду. Я расскажу вам о нем в последующих частях этого видео. Сейчас я просто хочу, чтобы вы поняли, что такое глазки и чем они отличаются от ушек. Сейчас я вам покажу ушки, и я надеюсь, что вы сразу это поймете. Итак, еще раз посмотрите на глазки. Два желтых глазика, то есть глазика того цвета, который у нас будет сверху, смотрят на нас. Это глазки. А вот как выглядят ушки. А вот это ушки. Не хватает двух желтых, но они смотрят не вперед, а один смотрит влево, а второй смотрит вправо. Они действительно напоминают уши. Представьте, пожалуйста, что это голова человека. И уши у человека находятся по бокам, а глаза находятся спереди. Сейчас важно уметь отличать уши от глаз, дорогие друзья. Именно для этого я и показывал вам сейчас эти две ситуации. А рассказывать я вам сейчас буду совсем о другом. Вот о чем. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на кубике сделан шестой этап. И мы обращаем внимание на то, как выглядит верхняя грань. Рыбки здесь нет. Рыбка это можно было бы назвать, если бы где-то здесь была одна желтая наклейка. Но ее нет. У нас сейчас с вами крест. И давайте посмотрим, что же нам делать в такой ситуации, когда у нас чистый крест. Обратите внимание, что крест может быть разным. В данном случае у нас есть глазки с одной стороны, а с противоположной стороны у нас ушки. А крест у нас может быть еще и совсем другим. Может быть вот таким вот. Когда с одной стороны глазки, и с противоположной стороны тоже глазки. Или с одной стороны ушки, и с противоположной тоже ушки. Сейчас я вам расскажу о первой ситуации, когда с одной стороны глаза, а с другой стороны уши. В этом случае важно правильно взять кубик. Сейчас я держу кубик глазами к себе, а ушами взад. Я держу его неправильно. Правильно держать кубик в таком случае глазами налево. Еще раз напомню, для чего я вам все это рассказываю. Я рассказываю это для того, чтобы вам не пришлось делать 12 пиф-пафов, а соответственно 48 ходов. Такую ситуацию можно решить, если я не ошибаюсь, в 14 или в 15 ходов, что значительно быстрее и проще. Поэтому будьте внимательны. Глаза находятся слева, уши находятся справа. Вопрос, что же нам делать? В предыдущей части этого видео я рассказывал вам про то, что такое рыбка. Вот в этом случае нам нужно сделать ту же самую рыбку. Сначала делаем морской пиф-паф. Включаем свет. Крыша поехала. И выключаем свет. А теперь смотрите, что у нас получилось. Теперь у нас с вами получилась рыбка. Что делать в таком случае? Нужно правильно взять рыбку. Вот теперь я держу рыбку правильно. Заметьте, я сделал всего лишь 8 ходов. 7-ходовую рыбку. И я еще покрутил верхнюю грань, для того, чтобы рыбка у меня смотрела и плыла куда мне надо. Теперь смотрим. У нас получилась обычная рыбка. Из этой ситуации, те, кто посмотрел предыдущее видео, уже смогут выйти. И, наверное, уже смогут понять, сколько же рыбок нам в этой ситуации придется делать. А придется нам делать одну, потому что вот этот глазик смотрит на нас. Об этом я тоже рассказывал в предыдущей части этого видео. Итак, делаем еще одну рыбку, и верхняя сторона будет собрана, что и является целью седьмого этапа. Все. Как-то так. Давайте еще раз. Вот она наша ситуация. С одной стороны у нас глазки, с противоположной стороны у нас ушки. Берем так, чтобы глазки смотрели налево, а ушки направо. Делаем рыбку. Доворачиваем кубик так, чтобы рыбка смотрела куда надо, и делаем еще одну рыбку. Тренируйтесь, тренируйтесь, и еще раз тренируйтесь. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok